Приветствую вас! Вам, наверное, не понравится то, что я вам скажу. Вам это покажется, вероятно, саркастичным, вам это покажется, вероятно, высокомерным. Ну, вообще, люди не очень любят, когда им такое говорят, тем более, что вы все-таки заплатили деньги за публикацию своего вопроса. Но все еще я хочу это сказать. А сказать я хочу, что мне очень интересно, как вы видите нашу помощь вам. То есть вы считаете, что, вот вы написали свой текст, вы считаете, что вы обрисовали проблему, и мы, прочитав текст, дадим вам какие-то универсальные волшебные методики, которые помогут вам взять и преодолеть зависимость. Вот просто взять и ее преодолеть. Если так, то я боюсь, что вам не поможет никто в этом смысле. Потому что таких решений не существует. Потому что психотерапия работает не так. В основе созависимости, любой созависимости, лежит потребность. Реальная потребность, настоящая потребность, живая потребность, которую вы не удовлетворяете. Точнее, удовлетворяете, но по-другому. Не так, как естественно. Например, вы почему-то нуждаетесь в мышинах. Нуждаетесь в них достаточно сильно. Например, вы нуждаетесь во внимании. Нуждаетесь в нем достаточно сильно. Основания для этого у каждого могут быть разные. И я мог бы здесь, конечно, предположить, какие основания для этого есть у вас, но, пожалуй, не буду. Пожалуй, не буду. А вместо этого просто задам этот вопрос вам. Почему вы испытываете потребность во внимании. Итак, я начала, пишите вы, встречаться с парнем, который пять лет до меня был в отношениях и расстались за месяц до меня. Ну, я, конечно, не знаю, когда вы узнали, аноним, о том, что он встречался до вас. С девушкой. Но если вы узнали сразу, то вас это должно было насторожить, потому что пять лет за месяц так просто не проходит. Дальше. Сначала все было супер, что вы имеете в виду. С первого дня мы начали много общаться и видеться чуть ли не каждый день. То есть вас не насторожил тот факт, что у человека в течение пяти лет были отношения. В течение пяти лет человек был в отношениях, а после, то есть как бы вот после того, как пять лет прошло, человек расстался, значит, с девушкой. И сразу же он видится с вами, сразу же он хорошо взаимодействует и общается с вами. Вас это не насторожило. Мне вот интересно, почему вас это не насторожило. Через два месяца он резко отдавился и начал говорить, что у него депрессия, что ничего не хочет, что бывший ему важнёт, но мириться с ней не хочет и отношений с ней не хочет. Ну то есть у человека такая вот обида, обида образовалась на свою бывшую девушку и, в общем-то, такая непрозитость и непринятие конфликта. По причине того, что расставание молодой человек рассматривал и рассматривает до сих пор как личное оторвение. Я отошла на второй план, нет, нет, вы, может быть, для него отошли на второй план, но если вы почувствовали, что это произошло, то это означает, что не очень-то вы уверены в себе. Сначала я дала время, все немного наладилось, но потом поняла, что ничего не меняется, я начала выяснять отношения. Зачем вы начали выяснять отношения, почему вы начали это делать, какая была цель, о каком выяснении отношений может идти речь, если вы знакомы сколько? Два месяца или два с половиной, не очень понятно. В итоге мы расставали целый месяц, я начал жить его переживаниями и чуть-чуть ревновать. Так, ну вот здесь я бы, конечно, хотел поподробнее, что значит я начала жить его переживаниями и начала ревновать. То есть это, по сути, вы здесь ведете речь о неустойчивых личных границах своих. То есть вы, по факту, позволили человеку вложить в вас его собственные переживания. Это возможно только при условии, если у вас нет четкого отделения себя от других людей. А это, в свою очередь, возможно. И помимо личных границ, это возможно еще и потому, что вы, во-первых, нуждаетесь в чем-то, что вы хотите реализовать через людей. И, во-вторых, вы не ограничиваете ответственность свою от ответственности другого человека. Это очень важный момент. Далее. Так, ревность. Ревность – это сравнивание себя с другой девочкой, ну, в вашем случае. Ревность – это страх остаться одной. Ревность – это нереализованность собственная. У нее есть причина. Причем я понимаю, что мне не по пути, мне с ним. Мы разные, и я больше на позитивном ощущении. Он постоянно негативил и заставлял меня нервничать. Здесь вы опять перекладываете ответственность на человека, говоря о том, что он заставлял вас нервничать, хотя нервничали вы сами. Это был ваш выбор и ваша ответственность, но вы отказываетесь ее на себя брать, потому что в противном случае обвинять здесь некого и придется решать проблему с собой, а вы от себя, скорее всего, бежите. Несмотря на это, я пытался сохранить отношения. Зачем? Мне не нужно было внимания. Для чего я чувствовал себя очень странно, будто у меня владела помещательством. Я бы здесь раскрыл бы более подробно, о чем вы говорите, но, скорее всего, это просто вот такое вот влечение к человеку. Причем, что интересно, к человеку, который вам не может дать того, что вы хотите, а именно отношения. Иногда такое становится возможным, если человек боится близких отношений и подсознательно выбирает те отношения, которые не могут дать адекватных близких взаимодействий. После наших встреч, даже которые проходили хорошо, я чувствовал жжение в груди. Ну, это опять же психотоматика, возможно, возможно, что-то еще нужно исследовать. Он еще и брат бывший говорил без концерна, в ней не общался, прописывал тактику бездействия. В моментах ссор, когда я ставил ультиматум, то есть вы прибегали к манипуляции, плюс вы делали вклад в ссоры. Это нужно исследовать. Потому что ссоры это тоже показатель того, что люди боятся близких. Не только вы, ваш мужчина тоже. Он всегда говорил, что был все просто, что я ему важный человек и внесла много в его никчемную жизнь. По сути созависимость, вы считаете себя никчемной без него, он считает себя никчемной без вас. Ну, вы, наверное, не согласитесь с тем, что вы считаете себя никчемной без него, но, судя по тому, что вы в нем нуждаетесь, ну, себя вы явно обесцениваете. Скорее всего, как девушке я его интересовал, а потом сюда обращался ко мне человек. Возможно, вы не интересовали его как девушке, но с другой стороны, в этом есть некая честность, что мужчина не обманывал вас, а говорил все как есть. Он говорил, что, ну, что вы человек, и он говорил, что бывший его по преднему беспокоит. Я считаю, что это подобная честность похвально. Другой вопрос, как вы воспринимали этот факт, что он называл вас, ну, обращался к вам человек и не видел вас с девушкой. Мы мирились, а что дальше? Примирение без, как бы, выработки соглашения, без принятия решения, это пшик. Он отдалялся из же сыновей, правильно, толку и на него давили. В итоге я перестал поддерживать с ним связь, он первое время писал иногда, а сейчас в неделю мы не общаемся. Я не хочу больше общаться, не могу отпустить. Что именно вы можете отпустить? У меня явная созависимость от людей, но выглядит так, как будто это не ваша мысль. Я понимаю, что мне нужно бережить эмоции и выйти из созависимости, но, как сказать, я не знаю, с помощью психолога, например, бережить эмоции. Или просто дать им выход, не контролировать их, не подавлять, например. Я начала без конца болеть, но психосоматику, понятно, через психосоматику выходит негатив. Уже три недели чувствую себя ужасно. Так, если брать стадии расставания, на стадии адапт. Так, ну здесь опять, вы не читали информацию? Она вам мешает? Мешает. Я хочу быть человеком, начать жить и быть здравым. Ну что, в таком случае нужно поработать с вашей потребностной сферой и со сферой восприятия себя. Да? Я полагаю так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok